Психея Молодея, золотые рощи прилетать, В этих рощах воздух непрозрачный, Испарений и туманов полун, И заливы спят под тучей мрачной, В неподвижности тяжелых волн. Там играют в сумерках Шопена, Тот, кого зовут еще в мечтах, Но соперничество и измена Уж видны в приподнятых глазах. Там по царским дням в парадное ложе Восседает смольный институт, И со сцены на туман похожи Лебеди волшебные плывут. Но сквозь дым и сумрак розовея Роща золотая нам видна, И пути к ней, юная психея, Знаешь, молодея, ты одна. Для меня излетом этой традиции, Этой истории про девочку, Психею в петербургской поэзии. Двадцатого века являются стихи Ольги Мартыновой. Девочка-душенька, неженка и ряженка. Она в городах, в садах, Где время шуршит, как глухой шарманщик. И она, конечно, у ведьбы под землей, Выполняет ту сложную работу ради великой цели любви, Которую от века выполняли все, Начиная с Исиды. Как бы она ни перевоплощалась, эта девочка, Как бы ее ни звали, Золушка ли, В разных традициях и под разными именами, Она всегда будет этим светящимся принципом, Душенька из горстку. У меня на севере Дикий, Шелковый, Ставший ломким, Шалфей, Пишет Ольга Мартынова. Эта девочка печально, Грустна, Как юный Гельдерлин. Но у нее уже болят Колени и ключица, Потому что половина жизни. И она, как лебедь, Как Изольда. В стихотворении, которое Ольга Мартынова Посвятила опере Вагнера, Но это, конечно же, отсылка к Кузьмину, У хрупкой девы Изольды Седая коса, И Англию всю Замело, Заснеженная лебединая темза. Прекрасно изучены психея Мандельштама, Вагинова, Кузьмина, Вячеслава Иванова, У которого в сборнике «Суспире», Написанном в Афинах в 1902 году, Психея мотылек. Она сгорает в огне, Или она прикована к голому стволу дерева, Или она мучается И страдает на скале, А мы мимо идем, равнодушные К ее погребальной свадьбе, И вот она безумная, Как Жизель, с лампадой, Или мечется, Как Дионисийская Минада, Мстительница, Держа в руке нож. В 1921 году Михаил Кузьмин написал нечто удивительное. Вот это то, о чем говорила Елена Шварц в одной из самых прекрасных статей о творчестве Кузьмина «Земная плерома». Она говорит об этом вдруг схимничестве того, чья скандалиозная репутация от образца 13-го года, Когда, как писала Ахматова, от легкой жизни мы сошли с ума, с утра вино, а вечером похмелье, Вдруг трансформировалось, вдруг что-то стало и с его мезгинеей, Какая-то душевная работа, почти монастырь, платоническое чувство. И вот эта идея дома. Он написал стихотворение «Любовь чужая зацвела», Потому что их с Юрием Юркуном двоится, она вдруг закончилась. Появилась жена Юркуна, Оля Гильдебранд-Арбенина, Заправская психея, назначенная на эту роль Кузьминым и окружением. И он сказал пришелеца, войди в наш дом, не бойся. «Снежная психея» и будет полный водоем, еще полней, еще нежнее. На дворе был 21-й год. Кто уехал, как Ремезова? Кто погиб, умер, потому что умер и не мог умереть? Это о Блоке. А погиб Гумилев. И его майнридовское мальчишество, как это очень точно написано, поставило точку в этих игровых моделях, в этих игровых стратегиях. Мальчики вдруг сделались сынками, как Юра Юркун. Улетучилась эта юношеская влюбленность. И Кузьмин будто бы сетует об утраченном. И эта душевная работа, чтобы сохранить хоть кого-то и хоть что-то, когда от него вмиг вдруг старого, беззубого, седого, такого скукоженного, в этих теперь не ярких, не модных костюмах отделяется анимус анима, вот эта мальчукова-девочкина. И психея живет у него на дому, в уже скоро советском Ленинграде, приученная им. И он говорит так, что ну ладно про Анну Радлову, ну дебелиют девочки. Сходит на нет их шекспировская мальчуковость. И не помогает даже стрижка Буби Копф, а-ля Луиза Брукс, в ее великой роли Лулу в фильме «Пап стоящих Пандоры». Стригись, не стригись, а все равно. Они матереют, делаются тетками, но он говорил про Радлову. Ах, какой голос, какая робость. Она для меня почти девочка, почти психея. А в альбоме Оли Арбениной и Гильдебранд Бенедикт Лившиц напишет замечательные строчки, что она гид вот в эту золотую страну, в эти рощи. Девочка, катящее сердце. И на картинках Юрия Юркуна мы видим эти кущи, этот Ленинград, когда сквозь советское золотеют рощи, а девочка катит свое сердце. Этакая кукла-наследника Тутти, но только не мертвая, не разбитая, точнее сказать, не убитая, как целое поколение печальных исходов, будь это Анна Радлова или Оля Арбенина и Гильдебранд. В 1928 году к власти приходит Сталин. И по моему глубочайшему фантасмагорическому, возможно, убеждению, вот эта приюченная психея, как бы отпущенная на свободу, после Мандельштама, который привел за руку Голубку и Вредику. Ничего, что у нас студеная зима. Такая голенькая девушка, девочка, душа этого города. Она все еще античная, мифологическая, а у Кузьмина такая правильным образом телесная. Он ее приводит за руку, а потом уже и Кузьмин. И мне кажется, что эта психея единственная противостоит всему этому железному кошмару. Что она отвечает за преемственность всего. Что русская поэзия одна и та же, потому что есть эта девочка в дому. И в феврале 1926 года Кузьмин пишет одно из величайших стихов в русской поэзии. Олень и Зольды. Криптограмма, как говорят исследователи. И существуют блестящие интерпретации, которые от них не вторят одна другой. Они все разные, но все великие. Геннадий или это Шмаков, Михаил Гаспаров. Или это трактовка Дмитриева. Про этот текст, где девочка с испугу поет в недостроенном дому. О, этот голос, говорит Кузьмин. Она поет, пророчит, ворожит и плачет. И голос непонятен никому. И кто эта девочка, спрашивает Шмаков, психея? Но почему тогда она так напоминает Богородицу Раскольничью? Почему она сразу и Офелия, и Вагнеровская, и Зольда, и Аленушка из любимой сказки русской Михаила Кузьмина про братца Иванушку и сестрицу Аленушку. В ней есть Верхневолжская и жития северного извода. Вся мировая культура будто бы сошлась в этой девочке в дому, которая поет и плачет. А накануне, где-то за год, в декабре 1925 года, Кузьмин пишет стихи, посвященные Лидочке Ивановой. Она не пела, а она танцевала. Любимая ленинградская балерина, которая утонула при самых мрачных обстоятельствах. А утопленники и утопленницы – главные персонажи Кузьмина. И летучая, пуантовая в этом апполоническом вскоке Лидочка Иванова, ради которой весь Ленинград не только ради тепла и света сидел в этом театре балетном. Она смыкается с вереницей этих разноименных, разновозрастных психей. И Кузьмин в нескольких стихах о ней то вторит сонетом Петрарки, и уже никаких женщин, девочек, только лес и вода. А то сравнивает Лидочку с юной римлянкой по имени Юлия Лета, которая умерла в день свадьбы. И мне даже кажется, что здесь есть перекличка с рильковскими сонетами Корфею, потому что его сонеты – это кинотав девочки Вере, юной танцовщицы, так рано похищенной смертью. И мне кажется, фотография, сохранившаяся этой девочке Веры, очень бы понравилась Кузьмину. Мы видим барышню, у нее такой черный, наверняка шелковый бант на голове. И такое платье, превращающее ее или в мотылька, или в стрекозу, расшитую веточками. Что-то очень прозрачное, абсолютно невозможное в этом железном веке. С одной стороны, психея в доме – это такой мизогинный Кузьмин, это всегда суета. Психея плачет, волнуется, осложняет быт. И некоторые исследователи считают, что есть такая матрица недостроенного дома, в том смысле, что это несчастный дом. Кузьмин, Юркун, Оля Гильдебрандт, или Корнилий Покровский и Чита Радловых, или Любови Всеволода Петрова, выдающегося ленинградского искусствоведа, который входил в ближайший круг Михаила Кузмина, автор повести Турдейская «Манон Леско». Но Кузьмин работает, работает над этим образом. И душа, душа очищает все. И даже всегда важные какие-то ленинградские повседневные хлопоты, этот отяжеляющий биографический пласт вдруг преломляется в этой работе и остается главное. Без чего русская поэзия, вся, что будет после Кузьмина, немыслима. Этот поэт великий, гениальный, дает нам идею дома, зимнего, домашнего тепла. Он собирает весь ленинград, мальчиков и девочек, у себя на дому литературы. Это его знаменитые файфуклоки. И потом окажется, что те, кто выжил, по кому прошелся этот молох, но удалось спастись, уже в старости, уже в каком-то тоже своем таком немодном, как Кузьмин, в таком потрепанном состоянии, все еще молодее вспоминали, как они ходили к Кузьмину и сфотографировались на этот общий знаменитый снимок. Итак, дом, зимнее домашнее тепло, обмен. Кузьмин очень боится, что этот круговорот общения исчезнет. А на дворе, что меня потрясает, советский Ленинград 30-х годов. А он говорит про обмен и про подкрепление теплом. И в этом контексте эта девочка в дому, это русская девочка в сказочном тереме. Такая, знаете, билибинская картинка. И она мечтает, может быть, о судьбе Изольды, а кругом война, всегда война. Но где-то мерцает уже счастливый исход, как в песенке Офелии, которая раздает цветы, но последний цветок символизирует в том числе и какое-то запредельное в золотых рощах даже счастье. И Кузьмин говорит об весеннем обновлении, о том, что русская баня – это домик, где чисто, тепло и сухо. Это представление солнца на земле. И тогда строчка «Лесовые круглые просторы» – это уже и в том смысле, что у избы вот этот распил круговой. То есть это терем-теремок. Это истинный дом. Такой, знаете, домик, который можно унести с собой, как мистериальный вертеп, как какой-то образ, с которым можно кочевать, но и предмет, вещица. И последнее стихотворение Кузьмина, какое нам известно, датировано 1 апреля 1935 года. Он его в альбом, как посвящение, написал. И он там себя сравнивает со стеклянным затворником, словно он в такой, знаете, колбе, как персонажа столь его любимого Майринка или фильмов немецкого экспрессионизма Фрица Ланга. Такой зачиненный, страшненький уродец, этакий из Мабузы, Носферату, любимого Каллигари. Но он ждет в этой колбе весны, хорошего конца. Он ждет солнца. Он обещает нам все это. Тепло и непрерывность обмена, круговорота общения. И его прогулки Гуля – это как своего рода комикс. Я представляю эти картинки с надписями. Есть мальчик, но есть девочка. И она ведет себя очень странно. Она гоняется за тенью. Ну, понятно для Кузьмина. Девочка-психея – это всегда суета, проблема, слезы ей-богу, какая-то неустроенность быта. Но она очень важный символ того, что на этом пути происходит. Она же душа. Она скиталится, беспокоится. От эпитафии императора Адриана до Натальи Горбаневской, Ольги Мартыновой. Всегда одна и та же, невыносимая девочка. У Кузьмина она курносая, в голубом платье. Она падает на тень и плачет, потому что догнать эту тень невозможно. Но последняя картинка и надпись под ней говорят нам следующее. Психея – точка. Снег – точка. Весеннее солнце взлетает, и небо становится более голубым. Я помню свое восхищение, когда много лет назад, уже читая статью Александра Шаталова, обнаружила комментарий к непростому, как всегда у Кузьмина, криптограмму стихотворению «Персидская сирень. Двенадцатая ночь». Он очень любил Шекспира, и отсюда этот культ шекспировских девочек-мальчиков, шекспировской мальчуковости в девочках. И комментатор замечательно указывает нам на том, что вот эта строчка, что сидит за прялку и придурковата дочь. Ирония Кузьмина, и самоирония, это, конечно, тоже замечательно, что вот сидит душа, ей холодно и голодно. Нет денег, чтобы в киношку пойти, приходится обращаться к Радловым. Нет денег, чтобы нормально поесть. Все время я эту луковицу Хармса вспоминаю. Или оленниковские голубые еды, когда он приходит в магазин, и кроме закрученных банок с оленями, понятно, нет ничего. И он начинает одолевать продавщицу. А где у вас голубые еды, которых нет в помине? И вот Кузьмин в этих всех условиях заставляет девочку душу трудиться. За дело, лентяйка. За дело. И через 33 года эти строчки 53-летнего Кузьмина повторит Заболоцкий. Николаю Заболоцкому будет в этот момент 55. Это будет последний год его жизни. И по-кузьмински, поскольку о любовном характере этого пути я уже не раз говорила, тут есть эта любовь, кровь, поздняя любовь. И надежда вся на девочку, на весеннее обновление. Кузьмин и Заболоцкий повстречались давным-давно в советском Ленинграде, в издательстве писателей, куда Кузьмин принес свою поэму «Форель», а в Заболоцкий свои «Столбцы». И он не просто любил стихи Кузьмина всю жизнь. Он приходил к нему на знаменитые «Файфоклоки». И Николай Заболоцкий, как такой кузминист потайной, это для меня очень даже болезненная личная тема, потому что во многих блистательных статьях, великолепных, говорится о том, что Заболоцкий сломался, что, выйдя из сталинских тюрем в 45-м, ну, по сути, освободившись от этого видимо психологически в 46-м, когда появляется эта знаменитая Иволга в этой роще березовой, по-моему, и скворец, который должен уступить уголок в эти же годы, он вдруг без видимых на то страшных причин ломается. Вроде бы уже и ломаться-то не нужно, а язык сдается, язык осовечивается, он становится простым, Заболоцкий будто предает сам себя, и про это написаны великолепные статьи, а я все маюсь. Что-то тут с моим любимым всегда Заболоцким, как мне кажется, не совсем верно. И когда я прочитала про эту душу, которая должна трудиться, я вдруг вспомнила, как мы в далекие советские школьные времена учили одно его стихотворение, но изусть, с целью, наверное, как-то активизировать, ну не знаю, уборку лестницы в школе или собирание макулатуры, то есть это подавалось только в таком контексте, который сегодня мне видится сквозь призму блока, работай, 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 и будешь с уродским горбом. А мы учили, и нужно было рассказывать очень весело и с расстановкой стихотворение, которое известно всем, про то, что душа обязана трудиться, не позволяет душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. И вдруг я понимаю, что советский текст это Кузьминский, и может быть для того, чтобы спасти душу психею, ну чтоб она была на дому, стоило так вот закрыть свой язык этими лярвами, этими наружными корками и обмазками, даже сделать что-то из Кузьмина очень простое, типа некрасивой девочки, когда среди других играющих детей она напоминает лягушонка с этой финальной пропедевтикой, чем-то простым и совершенно незаболоцким образца 20-х годов, про огонь, мерцающий в сосуде. Но теперь я провижу этот Кузьминский сверхтекст, сохраненный в тюрьмах, ценой даже наступания на горло собственной птичьей песни, и везде девочки, девочки, психея, душа. И я помню, как много лет назад нашла для себя другое стихотворение Заболоцкого из его сборника «Поздняя любовь». Там был эпиграф из Толстого, где Пьер видит, как Наташа открывается вот эта бальная зальная дверь и уж не знаю, Одри Хёбберн кому представляется или Люся Савельева, блокадная, кстати, девочка ленинградская, которая по балетному прямо возникает в проеме дверей и вся сияет и улыбается, как на листах Антуана Вато, во всех направлениях сразу и в трех цветах разных. И, сделав это эпиграфом, Заболоцкий пишет что-то абсолютно кузминское, как открывается заржавевшая дверь с трудом, с усилием, забыв о том, чем было, она моя нежданная, теперь свое лицо навстречу мне открыла и хлынул свет, не свет, но целый сноп живых лучей, не сноп, но целый ворох весны и радости и вечный мизантроп смешался я. В финале он говорит про то, что не нужно вопросов, потому что на плечо уселся мотылек, который был прозрачен и розов. И мотылек это про психею, да и розов это слово Кузьмина. И у Заболоцкого есть великое стихотворение «Прощание с друзьями». На похоронах Ильи Авербаха, ленинградского режиссера выдающегося, Алексей Герман читал это стихотворение. Знаете, в такой английской традиции, вот как умела, Алан Рикман и читали стихотворение, которое он завещал. Такая традиция, а-ля Оден и все это поколение замечательных поэтов. Избранные стихотворения, так это паскальдически, для перехода в иную жизнь. И это стихотворение, ну оно хрестоматийное, про то, что стоят мужчины, вот это братство поэтов, братья с родными черными зрачками, как у Мандельштама, и хоронят друга, и они все в шляпах, вот в этих пиджаках, с тетрадками своих стихотворений. И вдруг появляются эти души, легкие, как тени. И все говорят, что у него сдался язык. А я вижу эту языковую аномалию, когда он пишет о мужчинах, и вдруг появляются эти девочки на следы. А мужчины-то это, скажем так, девочки, то есть души. И вот это странное, какая-то такая британская, такая языковая, что это, дисбаланс, такой акцент, или такая одному ему понятная игра, но там есть кузминские гвоздики, кузминские цыплята-щепочки, и сразу избушка такая на курьих ножках, с Аленушкой, из Ольдой, Офелией, Алисой, девочкой гора внутри. И вот эти души, летящая девочка-душа. Игорь Лощилов в книге «Феномен Заболоцкого», изданной в Хельсинки уже много лет назад, подмечает, что Заболоцкий ненавидел женские стихи, но делал исключение.